В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Юлия Степанова. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Постепенно увеличивать долю переработки на территории, в том числе и глубокой переработке, это такая большая стратегия. В сортовале пройдет семинар форолеводов Карелии. Задача в том, чтобы максимально сделать чудо и чтобы у ребенка складывалось впечатление, что эта сказка происходит сама по себе. Красная шапочка на новый лад в Театре кукол премьера. Мне хотелось показать, можно сказать, дух зеркала, который смотрит на нас, который воспринимает всю эту действительность, всю правду, которая несет в зеркало. Зеркало – как искусство. Петрозаводчане познакомились с необычной техникой игломезе. Целый ряд поправок социального характера одобрили депутаты законодательного собрания на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Это законопроекты относительно выплат северных молодым специалистам, а также поддержки семей, имеющих детей. Подробности в репортаже Натальи Ильиной. Приступаем к работе. Уважаемые члены комитета, нам необходимо утвердить повестку дня заседания. Кто за то, чтобы проект повестки заседания принять за основу? Прошу голосовать. Решение принято. Депутаты поддержали поправки, направленные на начисление северных надбавок с первого дня работы специалистам, проживающим в Карелии. В новой редакции документа право на получение выплаты наступает у любого работника бюджетной сферы с первого же дня и независимо от возраста. Мы посчитали, что это правильно, поскольку сейчас в Республике Карелия ведется достаточно большая работа по привлечению квалифицированных специалистов как в здравоохранение, так и в образование. Мы знаем, что существует серьезная кадровая проблема, особенно в сельской местности. Слуги народа уверены, что такое изменение позволит решить проблему кадрового дефицита и привлечь специалистов в регион. По данным на декабрь 2019 года в Карелии требовалось более 150 педагогов и больше 300 врачей. Поправка была подготовлена и просим комитет ее поддержать. Спасибо. Еще один законопроект о поддержке граждан, имеющих детей. Его авторы предложили расширить возможности использования материнского капитала. Если закон будет принят, у многодетных семей появится возможность использовать средства на покупку автомобиля. Достаточно позитивные отклики и практика уже по действию этого закона в этих субъектах Российской Федерации. Поэтому, коллеги, просим поддержать данный закон в первом чтении. Принято к рассмотрению и инициатива не учитывать алименты как один из источников дохода при назначении пособий семье. Ведь если доход превысит прожиточный минимум, семьи не смогут получить выплаты. Предлагается не ставить зависимость от того обязательств одного из родителей положения ребенка и не учитывать вот эти вот выплаты в совокупном доходе семьи. Еще одно предложение заключается в том, чтобы для расчета дохода семьи при назначении социальных выплат не учитывать доходы от продажи квартиры, если семья имеет единственное жилье и использует материнский капитал для улучшения жилищных условий. В данном случае мы считаем, что так как деньги они не могут расходовать ни на какие другие цели, а используют только на приобретение и улучшение жилищных условий с учетом условий использования материнского капитала, то будет неправильно лишать их социальных выплат. В рамках рабочей поездки по Северному приладожью глава республики посетил два предприятия рыбопромышленного комплекса. Форелевое хозяйство Парало развивается динамично, а вот у рыбзавода в Сартовале сейчас не лучшие времена. В чем причина и какие меры поддержки были предложены в сюжете Николая Нефедова? Рыбозавод «Карельский комбинат» в Сартовале имеет почти полувековую историю. В последние годы здесь провели модернизацию, реконструирован цех по переработке морской рыбы. Здесь ее замораживают, солят, коптят и отправляют на прилавок сурями и консервы. В новом цехе можно перерабатывать около 10 тонн рыбы ежедневно. Но, как рассказал директор предприятия Максим Трало, сегодня завод испытывает трудности. К сожалению, предприятие у нас большое, но загружено процентом на 10 из-за отсутствия заказов. Основная причина – недостаток сырья. Местные форелеводческие хозяйства отправляют рыбу в Санкт-Петербург, а некоторые перерабатывают самостоятельно. Одно из них Артур Парфенчиков также посетил в ходе рабочей поездки по Северному приладожью. Форелевое хозяйство Парало в поселке Ламберг, недалеко от Сартовалы, развивается динамично. В прошлом году здесь вырастили около 700 тонн рыбы, запустили крупное производство по заморозке. До 10 тонн в сутки мы замораживаем и до 200 тонн мы одномоментно храним. Но заморозка – это не просто в нашем понимании заморозка. Это глубокая заморозка, шок-заморозка с отрезанием головы. Это глазировка, индивидуальная упаковка в полипакет, в гофрокоробку. То есть это конечный продукт, выходит уже с холодильника до практически потребителя. Но в Карелии есть и другие, более молодые предприятия, которым невыгодно самостоятельно заниматься заморозкой или другими видами переработки рыбы. В связи с этим Артур Парфенчиков поручил провести в Сартовале семинар форелеводов, где тот же Сартовальский рыбозавод мог бы предложить свои услуги. В Минсельхозе идею поддержали. Уходить постепенно от оптовых продаж цельной непотрошенной рыбы и постепенно увеличивать долю переработки на территории, в том числе глубокой переработки – это такая большая стратегия. И частью реализации этой стратегии может быть и вовлечение мощностей Сартовальского рыбного завода. Тем не менее, Владимир Лабинов отметил, что сейчас форелевые хозяйства республики перерабатывают почти половину выращенной рыбы. Предприятия, готовые открыть собственные цеха по переработке, могут рассчитывать на компенсацию части затрат на приобретение оборудования. Воспользоваться этой возможностью планируют и в форелевом хозяйстве Паррола. Николай Нефедов, Владислав Петров, Служба новостей. Каждый день по будням в режиме онлайн профессионалы финансового рынка дают уроки финансовой грамотности школьника. За парту села и наш корреспондент Татьяна Калиева. Сегодня на уроке новая тема – как составить личный финансовый план. В подростковом возрасте она особенно актуальна, когда желания превышают возможности. Проект онлайн-уроки финансовой грамотности помогает разобраться во всех нюансах. Например, нужно ли копить деньги? Реально ли их откладывать и так ли это необходимо? Родители же дают карманные деньги и сразу же хочется потратить все, не оставляя на достижение целей. А после уроков ты думаешь, что нужно откладывать. Получается? Ну, уже да. Участники проекта изучают разные темы. Например, азбуку страхования или что нужно знать про инфляцию. Дети понимают, что уже в раннем возрасте надо задуматься о финансовой грамотности. И не только потому, что у нас в экзамене ОГ 9 класс – это обязательный вопрос сейчас. Это жизнь каждого человека. На весенней сессии 102 лектора отвечают и приводят жизненные примеры о финансах, чтобы школьникам было не только понятно, но и интересно. Да, мне интересны уроки финансовой грамотности, потому что, во-первых, я сдаю общество знания и вообще интересуюсь и правом, и экономикой. И я считаю, что невозможно в современном мире жить, не имея представления о финансовой грамотности. Второй по популярности вопрос – как взять кредит и не увязнуть в долгах, и можно ли обойтись без займа. Он возникает не только у школьников, но и у людей старшего поколения. Елена Бочарова, главный экономист отделения Нацбанка по Карелии, объясняет часто банкротство физических лиц тем, что человек не может адекватно оценить свои возможности. И причем вот люди, которые именно попадают в это банкротство – это достаточно молодые люди, которые, ну действительно, вот когда общаешься, удивляешься, зачем, если тебе не хватает денег на погашение кредита в банке, зачем ты пошел в микрофинансовую организацию, взял там деньги дороже в несколько раз, для того, чтобы погасить вот эти вот дешевые. И поэтому, чтобы не загонять людей в долги, да, чтобы они сами себя не загоняли, то, естественно, надо проводить вот эту вот профилактическую работу, где рассказывать, что вот имеешь доход, имеешь какие-то потребности, но ты должен рассчитывать свои силы. Онлайн-уроки дают школьникам и студентам всей страны равный доступ к финансовым знаниям. По итогам прошлого года они набрали 3 миллиона просмотров. Организаторы надеются, что в 2020 году проект не сбавит обороты. По статистике каждый россиянин имеет кредит, включая стариков и детей. Так происходит, потому что у одного взрослого россиянина может быть по несколько кредитов. Поэтому после сегодняшнего урока финансовой грамотности я точно начну откладывать со следующей зарплаты. Татьяна Калиева, Владислав Петров, Служба новостей. Национальная библиотека приглашает на интерактивную выставку «Служба крови» стать донорами. Все подробности в рубрике «Коротко». 12 марта в Национальной библиотеке Карелии откроется книжная выставка «Мы вместе. Крым, Севастополь, Россия». Она посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта. Тем временем Управление Роспотребнадзора по Республике рекомендовало правительству Карелии и администрации Петрозаводска отменить массовые праздничные мероприятия 15 марта с целью защиты здоровья людей из-за угрозы распространения коронавируса. Сборная Карелии впервые выступила на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по сноуборду. Наш спортсмен Иван Комин завоевал серебряную медаль в дисциплине параллельный слалом «Гигант». 13 марта в Национальном музее Карелии представят интерактивную экспозицию, посвященную истории круглой площади. Это старейший каменный архитектурный ансамбль в Петрозаводске и Карелии. Школа скандинавской ходьбы Сканди Карелла приглашает новых учеников на бесплатные тренировки с инструктором. Они начнутся 17 марта и будут проходить каждый вторник и четверг на стадионе «Юность» Петрозаводске. Республиканская станция переливания крови приглашает жителей Карелии стать донорами. В настоящее время есть потребность в редкой донорской крови четвертой группы отрицательного резуса. В комплексном центре социального обслуживания населения Республики Карелия пожилые люди участвуют в уникальном проекте. Здесь проходит цикл вебинаров по тренировке памяти для пенсионеров. В Петрозаводске и Прионежском районе на курсы записались 24 человека в возрасте от 63 до 83 лет. Занятия проводятся дистанционно и бесплатно в виде вебинаров. Вот как раз эти курсы, они дают возможность поработать со своими мыслями, взвесить, что ты можешь, что ты еще можешь, если не мог ранее. Курс направлен на тренировку памяти пожилых людей для профилактики деменции и старческих расстройств, связанных с тревогой и депрессией. Упражнения для развития и сохранения памяти полезны и тем, кто перенес инсульт или инфаркт. Они помогают быстрее восстановиться. Эти занятия нам нужны как воздух. Нужны для общения, для самореализации и для улучшения качества жизни. В Петрозаводске научились соединять прошлое и настоящее. В медиа-центре «Выход» открылась выставка «Отпечатки на амальгаме». Она стала продолжением проекта «Креативный город», который получил поддержку фонда президентских грантов два года назад. О тонкостях печати фотографий на зеркалах в нашем следующем сюжете. Петрозаводск познакомился с абсолютно новым для себя направлением в искусстве. На выставке «Отпечатки на амальгаме» в медиа-центре «Выход» представлены работы в технике «Эгломизе». Технику назвали так в честь парижского изготовителя Жана Батиста Гломи, который в XVIII веке первый начал украшать зеркала орнаментами и рисунками. Сейчас «Эгломизе» включает в себя и искусственное состаривание зеркал, и печать на них изображений, чаще фотографий. В противовес более распространенному сегодня коммерческому сегменту, авторы выставки хотели показать другую, менее известную экспериментальную сторону фотоискусства. Была идея сделать серию фотографий на зеркалах, на состаренных зеркалах, то есть зеркала, которые имеют некую историю в своем, и еще дополнительно состарить их искусственно и впечатать туда изображения, для того, чтобы познакомить вообще петрозаводчан с тем, что существуют какие-то интересные способы оформления фотографий, которые фотографии превращают в произведение искусства. Не менее важна для художника история зеркала. Иногда именно она становится основной идеей для инсталляции. Например, старое трюмо из артистической гримёрки вдохновило Юлию Утышеву на театральный сюжет. Мне трудно вот сказать вам, как вот мне пришло в голову. Ну, я смотрю на трюмо, да, я вот вижу, что это должно быть так. Я говорю, Женя, я тебя сфотографирую в кокошнике? Он говорит, что сфотографирую. В этих работах каждый увидит что-то свое. Зритель в прямом смысле отражается в картинке и становится ее частью. Именно такого эффекта добивалась Анна Кондюкова при создании работы «Свет мой зеркальце». И мне хотелось показать, можно сказать, дух зеркала, который смотрит на нас, который воспринимает всю эту действительность, всю правду, которая несет зеркало. Авторы надеются, что благодаря их выставке техника игломизе станет популярна и в Карелии. К тому же, при желании ей можно научиться. Если не для большого искусства, то хотя бы для украшения интерьеров. Владислав Прохоровский, Юлия Степанова, Владислав Бутников, Служба новостей. В Театре кукол Карелии вновь покажут «Красную шапочку», но на новый лад. Обновленную сказку привезла в Петрозаводск Людмила Федорова, режиссер из Санкт-Петербурга. Благодаря планшетным куклам и сценическому приему «Черный кабинет» маленькие зрители смогут погрузиться в атмосферу настоящего чуда. На репетиции спектакля побывала наша съемочная группа. Классический сюжет в истории «Красной шапочки» сохранен. Но в нем появились новые акценты и драматургические ходы. Сказка стала музыкальной. Музыку написала Наталья Высоких. Благодаря планшетным куклам и технологии «Черный кабинет» действие на сцене очень динамично. Все предметы и персонажи водят люди в черной одежде на фоне черного бархата. И возникает ощущение, что персонажи живут сами по себе. То есть мы не видим актера, только может быть какие-то тени, силуэты, если иногда не попадают в свет. То есть это такая задача в том, чтобы максимально сделать чудо и чтобы у ребенка складывалось впечатление, что эта сказка происходит сама по себе. Техника «Черный кабинет» в театрах сейчас используется редко. Она требует долгих репетиций, кропотливого выставления света. А главное – слажены командные работы. На сцене все актеры зависят друг от друга. Важна не только отточенная координация движений, но и увлеченность ролью. Мне очень нравятся все актеры, которые задействованы в спектакле. Они невероятно харизматичные, у них бурная фантазия. Они очень сплоченные. Для театра кукол это одно из самых важных вещей, как люди взаимодействуют друг с другом. Концовка у сказки счастливая. Все останутся живы, даже волк. Потому «Красная шапочка» рекомендована зрителям с четырех лет. Премьеру можно будет увидеть 14 марта на сцене театра кукол. Виктория Швецова, Иван Пахомов, Служба новостей. На сегодня это все новости. В студии была Юлия Степанова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин